Всем привет! С вами передача «Дети в городе» и рубрика «Повстань». Сегодня мы находимся на очень необычной площадке для творчества. Мы посетим мастер-класс «Кола комиксов». Если вы любите придумывать интересные истории и зарисовывать их, тогда вам с нами. Мы сейчас в центре гендерной культуры. Здесь находится семейный Каворкин детячая площадка. Это лаборатория креативных событий. Этот социальный проект организовывает разные мероприятия, а также участвует в фестивалях и акциях. Расскажите о социальном проекте «Детская площадка». Проект «Детская площадка» родился из инициативы двух мам. Я режиссер-мама и мамы-дизайнеры Иры. «Детская площадка» — это проект для детей и родителей. Мы дома обычно придумываем детям какие-нибудь интересные занятия или как-то по-новому, не так, как всегда, не так, как принято, что-то изучаем. Просто рисуем, обсуждаем много. И мы решили поделиться своим опытом общения с детьми. И так родился проект «Детская площадка». Делали динозавров из бутылок пластиковых, из коробок картонную архитектуру, целые картонные города. Первую выставку, на которой были работы наших детей, других детей, много-много детей было, сделали в 2012 году. Потом был фестиваль в 2015 году, фестиваль в 2016 году. И дальше мы стали дружить со многими, общаться и делаем выездные такие вот лаборатории, в которых мы рисуем, читаем, придумываем, мастерим. Какие события вы уже готовите? В начале этого учебного года мы готовим эксперимент для научных пикников, которые будут в Харькове проходить уже в шестой раз. И «Детская площадка» представит свой новый эксперимент, рисовать комиксы о том, как ученые придумывают свои открытия, как ученые делают открытия. Будет работать лабораторный дневник, в котором мы будем записывать все события и рисовать все события, которые произойдут на научных пикниках. Здесь, в Центре гендерной культуры, у нас планируется с октября занятие. Это будет журналистика и английский с театром. Что такое Центр гендерной культуры? Центр гендерной культуры рассказывает о том, что можно быть разными, можно быть интересными, разносторонними, можно делать новые открытия и не оглядываться на стереотипы. Расскажи, что интересного здесь происходит? Ну, здесь я научилась рисовать комиксы. Расскажи про историю, которую ты нарисовал. Взял был кот одинокий в поломанном доме. Ему было удобно спаться, но потом... Часто ли ты сюда ходишь? Да, часто. Как чаще меня сюда берет мама. Есть ли у тебя здесь друзья? Ну, скорее, со мной друзья приходят. Что тебе здесь нравится? То, что тут можно порисовать. Расскажи об истории, которые ты рисуешь. Жил-был Вячеслав, и он ударился головой. Потом он очнулся и пошел домой. Сегодня мы открыли для себя и для вас место, где можно не только проявлять творческие способности, но и делиться идеями. Ну, а теперь время нашей викторины. Как появился герой комиксов «Голубое ухо»? Ждем ваших ответов в комментариях под видео в нашей группе. Мы желаем творческих успехов и никогда не унывать. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!